друзья доброе утро всем у нас солнышко удивительно небо все чистое голубое так у нас завтрак на завтрак у нас яичница пожарила на сале сало все готовое лишнюю соль убрала и в морозилку в мешочке в морозилку положила все просолилась сало у михалыча гречка с молоком он просто гречку не может есть это его и да вся кстати попробовали мед такая крышечка деревянная как будто бы и мед прямо реально настоящий вкусный прям берестов молодец а с кто бы это ни был это вчера правда на удивление было прочитала мед горного алтая саша горный алтай мед а потом оказалось в свердловской области на урале где-то сделали ну хороший мед правда опять не знаю на урале гречку выращивать по-моему нет так и у меня еда как всегда два яйца пожаренных тоже на сале две помидорки кусочка маленьких много салата и просто гречка добавила гречку сливочное масло всего приятного аппетита еще будет чай начинаем новый день а сегодня мне день на работу поеду и не только на работу после работы я встречаюсь с катюшкой с нашей он и на сегодня погода прям такая летняя летняя я в жилетке еду и вот такие надела кроссовки сеточку которые иду на автобус и еду в город михалыч там с артем разговаривает по телефону общается говоря артем когда уже домой говорю заскучились в поезде едем мы там кто-то кому-то говорит ну там через два купе примерно кому-то говорит артем у меня все ёкнуло прям ёкнуло ёкнуло так катя меня где-то ждет на пешеходнике сказала на пешеходный переходе а вот на катком и катя всегда по-разному одета попробую угадаю в чем она сегодня не вижу я ее не вижу вена надо было мне спросить в чем она хотя бы а наверно в сторону ткани надо идти да я думаю так смотрите как красиво а это очередь за пирожками ладно сейчас пойчу ее так где-то она тут я правильно иду вот она здравствуйте девушка а я присоединил и и говорю так надо было спросить в чем она одета каждый раз в разную ну то ли зеленая курточка то ли шапочка какая-нибудь мы определились со шторами с катей походили посмотрели уже мне отрезают тут еще всякие тканешки есть катя здрасте прячется что там посмотрела джинсы мы с катей зашли пообедать и увидели такие сладости к чаю настолько разные красивые турецкие так поняла заказали чай вот такую с фисташками так интересно тесто такое лапшичка там все красиво у них кофе есть тут продают какао есть ну да то турецкая все так ну что мы пробуем блюдо азиатской кухни у меня какой-то суп какой-то куриный маринованное яйцо что-то куриная грудка я сейчас скажу что это у катя а у катя это морковка что ли да не помню как называется я тоже не помню да вот у меня супа такой белый тори а у катя вот такая лапша вот она яичная лапша с густящей курицей так что будем сейчас пробовать вам что-то съедобно было и взяли попробовать турецкие дайте вкусняшки пахлава печенюшки чай зеленый жасмином стаканчики такие турецкие ну как ну что мукбанг снимаешь все я пробовать буду тоже вот только не нравится что разовые эти ложечки ну хоть тарелки не разовы да и как ты-то будешь есть я прям боюсь даже именно что она брызгать будет ныряй лицом в тарелку не обрызгаться тут у меня еще пророщенный маш яичная лапша тоже вот мне маш сейчас попался да а яйцо какой-то маринованные куриная грудка и зелень ну да маринованное яйцо мне нравится очень вкусно ладно приятного аппетита нам будем обедать да это такие у них для чая как выбрать потом ну так вот вот за край берешь все в турции они так целыми днями сидят и пьют чай таких стаканчика так ну что будем пробовать до пироженки печенюшки всем всем доброе доброе утро друзья а его мне показывала я купила биогумус буду сеять огурчики дома мы попробуем на окне как-то первый год попробовала когда мы здесь жили только приехали и набрала землю в огороде я не знала что она кишит всякими этими сикарашками и поэтому не огурцы и помидоры успешно погибли от белокрылки еще там всякие были сразу покажу вот это я проращиваю в банке семена микро зелень делаю себе посмотрела вот бывает же тогда со случайно в интернете я это не искала увидела и мне понравился сам процесс то есть проростки делаю вот они уже начинают корешки пускать пару дней и можно их уже питаться ими у меня такие если в огороде не могу ковыряться то дома буду ковыряться землей ой сойки налетели сегодня такое солнце с утра прям вот даже проснулась от того что солнце в глаз сегодня проспала маленько до 8 а сейчас той стороны вот тучи небо заполонили уже все вот только на соседский дом еще солнце светит а так оттуда тучу из правда сколько соек штук шесть наверное летают летает так что еще хотела сказать сегодня меня по плану я шью шторы по плану у меня не забыть надо цветы все пролить с удобрениями вот сейчас паутина собирала у михалыча в кабинете там генералила пока он пока у него планерка не началась а он что-то там электричеством занимается на веранде пошел так я еще не завтракала время время 9 михалыч поел уже сам себе яичницу пожарил омлет сделал я наверное тоже омлет сделаю ну ладно всем хорошего дня отличное настроение начинаем новый день омлет сделала с помидорками себе так вот переверну тарелочку вот такой завтрак у меня получился каша прям буквально чуть-чуть положила но надо и весит медленные углеводы обязательно а мне даже половинки бы омлета хватило но тоже надо чтобы не быть голодный плотный хороший качественный завтрак с утра пропылесосила помыла полы и вот сейчас займусь шторами значит показываю шторы выбирали мы вместе с катей я коте говорю если вдруг михалычу не понравится я скажу что ты виновата на тебя вину все свалю но нам понравилось очень шторы знаете такие неоднозначные это бархат он не тяжелый ну как не тяжелый сам по себе не тяжелый а вот когда он весь вот в пакете лежал было тяжело килограмма 4 наверное и играет цветом переливается немножко михалыч как тебе рукой махнул вот я попросила чтобы они мне их разрезали там же на раскроенном столе и все и сейчас буду их отмерять и подшивать думаю что михалыч и сейчас просто не до них возможно просто не понимает но лежит и лежит тряпка на полу когда уже повесим шторы тогда он поймет хороший нехороший но мы вот так решили чтобы с диваном как-то дружил такой цвет останутся обрезки могу подушечки сшить маленькие например да вот так он видите такой неоднородный цвет получается не знаю видно вам нет сейчас попробую еще свет включить как она при свете будет это надо вечером наверное уже смотреть при свете просто вот так поближе вам ткань вы знаете как замша вот такая тонкая но все сейчас принесу машинку не сначала отрежу отмерю все и буду шить гордину мы заказали в нашем магазине потому что поехали в бау-центр ой хотели привезти нам надо ой ресничка что ли упала ой больно хотели привезти сразу купить там были гардины нужного размера и нужного цвета но там зайти были чисто белые а здесь мы заказали нет сейчас расскажу почему не привезли не купили я достала все посмотрела все хорошо берем берем а на улице дождь пошел и у нас вот эта трехметровая гордина ее только можно было если в окно выставить но это пришлось бы стекло опускать а на улице прям такой хороший дождь пошел а вот и поэтому мы не стали покупать в бау-центре гордину поехали в там рядом в метро и взяли там продукты вот так у нас вечер но хоть не зря съездили хариз иванна тоже она линолеум там себе подобрала присмотрела и и еще пока рано покупать и фонарик купила тоже не с пустыми руками ну и продукты тоже она купила вот так мы весело дружно съездили в бау-центр дальше на следующий день заехали в наш магазин хозяйственный в умелец хороший очень магазин мне прям не не устаю его рекламировать и уже понимаю что люди даже с красносильского с медведовской к нам ездит в этот магазин хозяйственный потому что ну реально там такой ассортимент широкий и там заказали в пятницу вечером либо в субботу утром нам его привезут но в магазин привезут ну а тут может довезем на машине да я в михалычу когда я даже могу бы пешком ее нести это не так далеко от нас можно на велосипеде съездить она не не тяжелая ну кстати тяжелее наверное чем чем в бау-центре и она знаете она более такая мощная и не просто белые там покрашенный металл до или там пластик а именно там еще под березу такие как под дерево но как наш линолеум что-то вот такое там есть такие разводы то есть неоднородное качество так ну все беру ножницы свои портновские острые и занимаюсь сегодня вам что вы показать не могу как они будут висеть то что нет гардин пока у нас диван он тоже знаете такая ткань неоднородная как бы переливается то серый то какой-то белесый то есть не однотонный такой цвет здесь такие складочки сборочки сделаны ну вот показала диван и многие написали что не нравится а мне очень нравится михалыч тоже одобрил и очень удобные вот эти подлокотники вот прям можно лечь и как это сказать то шее приятно голове приятно от если лежать вытянуться на диване ну я конечно так не сплю я просто подушку стилю когда спать ложусь я убираю эти подушки эти диванные и стилю тут себе постельку и сплю разбирается он как книжка ну как-нибудь разберем покажем сейчас не буду разбирать то есть прям вот какой хотели диван такое купили так нитки вот смотрю эти вот старый моток еще с гурнал тайска наверно думаю что не надо их а а вот эти самый раз да на обед у нас как мама и называла солянка это просто тушеная капуста со свининой ну мама и так называла разложила ткань по полу чтобы отрезать двойной сложила шторки ткань знаете скользкая шить не очень и хорошо два слоя сделаем и тогда только отрежу страшно резать будет разрезать вот это на подушку все у останется ой не падайте ребятки не падайте я дошила шоры шторы варю обед сходила вот на улицу в огороде сорвала чеснок есть лук отварила яйца буду делать пирожки поставила тесто это у нас на ужин будет а вот это я отварила голову рыбью плавники там хвост остатки меня ухабывает 0 рыбный суп как хотите называйте с пшенкой сейчас я разберу тут на мяско косточки мучки отдам не у нас будет рыбный суп на обед друзья хочу показать вам свои проростки смотрите так на свет вам показать вот видите они уже готовы к употреблению сейчас их высыплю в контейнер и в холодильник положу а новую партию замочу делать это все просто увидела в интернете просто вот какое-то видео я не искал ничего просто раз пришло вот такое видео про русский банки но все самый простой способ не землю не надо никакие матрасики не коврики не салфетки просто в банке сначала замачиваете на несколько часов а потом каждый день промываете и шевелить его так переворачиваете все и дышащие должна быть крышечка есть такие специальные металлические есть пластиковые тоже с дурочками ну я вот просто салфетку привязала и все очень полезная микро зелень проростки очень поэтому сейчас вот в самый раз их это витамины это энергия жизни вот такое полезное лакомство будет у меня вместо зеленого салата по утрам и в холодильник а здесь я уже налила тепленькой водички в банку вот у меня есть люцерна можно вообще любые семена можно нут маш пшеницу семена редиса семена мангольда горошек зеленый проращивать все что угодно и вот такие еще семена специально купила тоже именно для проращивания семя льна и семена чиа все это полезно и очень вкусно вот сюда две полных столовых ложки насыпала это семена люцерна опять у меня часа три постоит я сменю воду опять залью и потом вечером вылью полностью воду то есть часов 6 должно на постоять набухнуть хорошо семена и часов 6 вечера ой вернее уже вечером перед сном я вылью полностью воду сделаю салфеточку и всю и баночку на бок положу главное чтобы там дышали семена и самое главное обязательно нужно дня два подряд по два раза в день еще промывать семена то есть заливаете семена булькаете и выливаете опять заливаете булькаете выливаете но всего три-четыре дня нужно для того чтобы проросли пророски наши и сильно до зелени доводить не надо именно только только когда корешки нарастут вот такие сколько там миллиметров пять до где-то побольше чуть-чуть начинает зеленеть травка то есть выбрасывать уже листочки стебелечки то сильно не переращиваете именно самый-самый процесс вот самый именно самый момент когда только-только пробудила зерно и начала давать росток вот в это время на как раз самое ценное это семя и этот проросток ну все оставляю набухать так и начну делать уже начну делать уже начинку для пирогов потому что у меня уже тесто подошло пирожков у меня получился такой против небольшой михалочка сейчас с молоком будет есть а это у меня знаете пирог такой типа лепешки внутри тоже яйца с луком и сыр еще туда же потерла пахнет пирожками так на озоне забрали тюль для кухни так она будет выглядеть и для зала он вот меня девушка заразила на озоне все кто переживал шума пистюля все нормально слов не знаю дальше так показываю шторки я дошила пришила ленту к ним тесьму это я постирала на кухню завтра погладить повесить можно будет тоже сейчас распакую посмотрю и взял тюль залки взяла под лен обычную без рисунка сейчас я открою покажу так вот этикетка вот она гернец холм стопроцентный полиэстер сделано в россии я взяла 6 метров нам как раз окно у нас 3 метра о нет у нас гарди на 3 метра поменьше в общем 6 метра взяла и шторы у нас тоже 6 метровые по ширине так что будет все красиво в сборочках оборочках так обработали края я так понимаю вот это низ или нет сейчас я разверну ночью вот такая простая занавеска будет вот за гардины то есть за карнизом заехали в магазин спросили сказали завтра 9 утра будет уже на месте все так что окно занавесим мы приехали за капустой на рынок титровку хотим еще поквасить елочку нарядили маленькую голубая елку большая так подарочки дождь шумит по крыше прошу плавец не мочит мы идем к детям дождь такой хрещет и вообще на все дни до нового года дождь 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 со снегом а вот место а вот место как мы проглядеть у маши серий проблему при я не поняла как мы поглядели то вы бы тут не поместились да конечно не поместились две машины по месяц приехали пришлось задом пялиться как так-то пирожки несём и яйца насобирали куры мало несутся то 5 яиц то 4 кое-как насобирали ребятишкам краснодаре дождя не было мы успешно на рынок сходили прогулялись и потом едем где-то в титровке начался дождь такая туча черная зашла давай я туда и покажу поле покажу затопленное и льет и льет и льет и льет и льет я хочу показать вам поле вода стоит как море это на всю зиму тут стоит только поменьше было сейчас вон сколько воды надеюсь у нас огород так не затопит скоро утки тут разведутся цапли какие-нибудь ну что у нас гардина вошла а люди мне пишут поправлять карниз карниз вошел вчера какого-то блогера смотрела тут тоже гардина говорит мы всю жизнь гардинами это вызывали карниз это европейской части россии наверное называют я так думаю карниз для меня это тут что под окнами проходит до под окнами которые металлическая защита а еще будет коры по карнизу карниз бывает у домов по карнизу ходили этот пожарный дядя степа и кошки ходили вот так мы едем михалыч горсть какую хорошую машину купили трехметровая ходит можно возить все что угодно не забудьте в магазин желтый время обед у нас хотят три часа уже 15 часов видите провозились мы я убрала шторы в стирку их отправила на обед у нас гуляш уэш сленки бегут гуляш баранины и пюре картошечка сделала салат из огурцов с пахучим вкусным маслом но так получился тюль смотрите я думаю что вечером будет еще лучше смотреться на красиво будет ой надо было михалыч сказать чтоб он эту решетку там прибил забыла он инструменты уже все унес ну ладно сделай так будем обедать и потом повесим шторы мы гордину уже повесили и повесим шторы тюль и я вам покажу что в зале получилось так что водимся сегодня мой друзья сегодня солнышко прям дразнит то выглянет то опять спрячется вот такие в тебе дырки как я их называю да его смотрю на курочек и радует что они по солнышку бегают по травке я их в три часа дня выпускаю вот сейчас пол четвертого выпустила их они меня гуляют до темна то есть маленько-маленько чтобы они травку пощипали сегодня в той теплице вот который в первой куры снесли 3 яйца обычно было одно через два дня через день там одна курочка видимо неслась сегодня 3 яйца я так рада отдача есть вот но им я травку рву каждый день мокрицу хожу собираю рву им этих я выпускаю гулять но скоро я соединю почему туда не высаживаю потому что у меня петух он же новенький еще пока ничего не знает сейчас он к этим курочкам привыкнет пересадим сюда и что петух тоже ходил уже гулять можно было выпускать а то убредет куда-нибудь в красносельской домой к себе уточки уточки такие довольны раз раз помчалась гулять гулять а самое интересное знаете когда выпускаю их курочек особенно утки ладно они сразу начинают там ой как это сказать парить над огородом то есть они буквально в метре от земли они начинают летать хотя крылья у них обрезаны но не пытаются а куры бегом бегом бегу туда к рейсе ванне во двор там рейсе ванна усиленно кормит кошек всякими кашами там с мясом там еще с чем-то да со всякими этими прибамбасами и куры туда бегом несутся чтобы почистить тарелки у кошек разве нога даже год мыть не надо тарелки куры все туда вылизывают буквально выщипывают но вот так так что вам показать вам показать вот что мои цветочки монстера вы опять забыла как называется хая но какая-то там я кстати не убрала название и все не буду читать и без очков это моя невеста есть такое другое название у нее до шифлера такая вариагантная кстати она мне ей уже года два с половиной и она вот 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 так вот в одной паре стоит и как бы не развивается ну ладно сколько есть здесь тоже невеста тут я поставила горшочек под свет горшочек с салатиком может быть и отрастет не знаю а здесь у меня всходят огурцы и поставил их под лампу вот так пусть будет не знаю наверное круглосуточно оставлю чтобы светило чтобы реально они не вытянулись нормально росли огурцы специальные такими на комнатные а я не показала семена да или показывала не помню ладно baby по-моему называется так тюлья не гладила я его прям намочила намочила хорошенько и вышла на улице прям встряхнула хорошенько несколько раз по много раз и вот так повесила это тюлья бы погладила вопроса нет он небольшой а вот 6 метровый который в зале тут но реально его не погладить поэтому я также наверное на мочу и его повешаю схожу на улицу его вытряхну хорошенечко воду и повешаю нет у меня такого парогенератора который гладит я все мечтаю говорю купить нам на три семьи один парогенератор он в принципе это недорого стоят две там с чем-то три с чем-то и все и вот так вот когда тюль менять когда шторы допустим повесить но мне шторки они не мнутся они хорошие а вот тюль да желательно чтобы красиво висел такой волночками чтобы было вот михалыч что-то как-то не оценил он даже мне кажется не заметил что тюль повесили кстати если я свет включу ну-ка 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 как она будет она еще не темно на улице я-то постирала шторки которые новогодние у меня с новогодной тематикой отчет так подумалось я не хочу их сюда вешать пусть у меня так вот тюль будет и все это шторки вешаю только для того чтобы у нас летом когда солнце заходится туда до на запад и на холодильник чтоб не жарила чтобы холодильник не спорт все не испортились в нем продукты вот а так так мне нравится когда вот такое воздушное окно кто-то писал почему тюль не повесить как-то куц и все это я люблю тюль но если я повешу и тюль полностью на все окно михалыч будет вот так делать открывать его она всю шпаковскую вот поэтому ну мне вот так нравится очень даже кстати очень хорошие сейчас скидки на озоне это просто нечто я даже если честно я немножко пожалела что я купила ткань на шторы и сама шила там можно было дешевле обойтись такие скидки сейчас бешеные просто на озоне можно было готовый штору 2 2 40 я сшила шторы тюльта я заказала 2 40 а шторы самой пришлось шить можно было вообще заказать и и не париться но зато я буду гордиться сама собой что я сама сшила шторы не знаю еще какой высоты не получились эти что лины сейчас буду вешать и вам покажу михалыча